Приветствую вас, Светлана, давайте разберем ваш текст с вашей проблемой. Ну, во-первых, вы не задаете вопрос. То есть, вы описываете свою проблематику, а вот вопроса никакого не задаете от слова совсем. И, конечно, это ставит под сомнение ваше желание меняться, это ставит под сомнение ваш запрос на какие-либо перемены, понимаете? Вот. А то, что вы высказали, вам, конечно, это полегчало, полегчало от того, что мы выслушали, точнее прочитали, вот. Но проблем у вас, вот, не решат. И, соответственно, здесь нужно какие-то более конкретные, более превентивные модели поведения реализового. На мой взгляд, опять же. Глобально, то, что вот мне, то, как я воспринимаю ваш текст, и вас в нём, у меня такое чувство появилось, что вы несколько... Несколько пассивны, что ли, во своих действиях и вообще по жизни. Несколько пассивны. Несколько, может быть, в себя погружены. И вы говорите, вы говорите про ответственность, вы говорите про ответственность. Что человек не хочет брать её. Вот. Лично мне показалось, что и вы тоже испытываете некоторые проблемы с этим. Некоторые проблемы с взятем на себя личной ответственности за то, что происходит. Потому что вы, как вот, так говорите, ждёте мужчину. Вот. Вот именно что. Ждёте. Его. На мой взгляд, это довольно бесперспективная история. Вот. Ну, ждать человека. Потому что он так и будет чувствовать, что вы в нём нуждаетесь, и ничего хорошего из этого, получается, не будет. На мой взгляд. Вот. А дальше... У меня... Возникло... Возникло ощущение... Такое... Когда я читал ваш текст, что вы в паре как-то не выдерживаете личные границы, такое вот у меня ощущение появилось, такое у меня чувство появилось, что вы не выдерживаете личных границ с человеком в паре. У вас достаточно много высказываний «мы», 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 «мы». Но кто такие «мы», да, когда в общем-то есть только «вы», по отдельности, наверное, есть только «вы». Это, конечно, вот вопрос, и вопрос достаточно важный, на мой взгляд, на который вам, наверное, нужно найти ответ, ну на который вам, наверное, стоит поискать ответ. Так вот, здесь моя идея как раз таки в том, что проблематика здесь может быть не в родителях, хотя это, конечно, тоже может быть причина, проблематика может быть именно в том, что нарушения, нарушались личные границы человека, нарушались личные границы мужчины, вот, ему это не нравилось, вот, и, соответственно, вот это все это привело к тому, к тому, к тому, к тому привело, вот. Хотя я повторюсь, я понимаю, что дело не только в этом, я понимаю, что причины могут быть разные, но вот это, как мне видится, одна из возможных очень важных моментов, один из возможных очень важных моментов, вот, которые могут влиять, могут влиять на то, то, как вы устраиваете отношения, например, в паре. Дальше. Это ваша склонность к абитам. Подозреваю, что склонность к абитам здесь у вас идет в том числе от ваших родителей, которые тоже, вероятно, подобным промышляют, промышляют обидами и такого рода манипулятивным поведением, вот. И, соответственно, вы тоже так же вот поступаете, да? То есть, что такое обиды? Обиды – это предсказательное желание вызвать чувство вины у человека, вот, на который вы обижаетесь. Что такое обиды? Это перенос ответственности на него за то, что вы хотите. То есть, у вас есть определенные ожидания от человека, вот. И вы эти ожидания переносите на него, на мужчину, в данном случае на мужчину, вот. Собственно, ничего хорошего из этого не получается. Получается. Итак, неудача, неудача, а я маленький такой. Знаете вы свой текст. Ну, а что здесь хочется сказать? Хочется сказать, что даже неудача, даже если предположить, что вы используете, вот, это просто как, эм, такое, знаете, ну, просто как, эм, красное слабство, да? Вот. Даже если предположить. Сравново – это в какой-то степени рационализация, рационализация тех, вот, эм, ваших, эм, поступков, которые вы, эм, совершали, тех ваших поступков, которые вы, эм, делали, да? И, эм, склонность к, эм, тому, чтобы, эм, воспринимать данные, именно, как, вот, эм, неудача. Полагаю, что все могло быть лучшим, но не, но просто вот так все сложилось. Эм, у меня здесь 29 месяцев был, мы еще был, потому что уехал в другую страну, и в смс написался «хочешь в разводе», но у меня в черный список. Ну, эм, здесь это тотальное недопонимание, здесь это окончание, эм, некого большого пути. Да? С его стороны. Что для него причины для развода, а для меня причины для ссоры, которую можно уладить. Эм, здесь с вами, эм, сложно не согласиться, конечно, в том плане, что вы, вы бравы, а, что для вас, там, причины для ссоры для него, это причины для развода, и, в общем-то, вас, эм, можно понять, но есть одно но. Эм, дело в том, что, во-первых, сама ссора не произошла бы, если бы вы в ней, в этой ссоре не участвовали бы. Да? То есть, если бы вы не играли в психологическую игру «Скандал», то, что называется психологическая игра «Скандал», это первое. И второе, это то, что нужно, я думаю, эм, в какой-то степени уважать и принимать то, что для вашего мужчина важно. Если же для него это проблема, если для него это основание для развода, даже при условии, что это манипуляция и желание вас, ну, грубо говоря, это, например, к чему-то, к чему-то принудить, допустим, даже если это так, даже если это так, то это мало, что меня. Потому что, извините, но для человека, для человека это важно и мы можем принять его позицию. А вы именно что вот пытаетесь его переделать, что, конечно же, вызывает сопротивление и всегда будет вызывать сопротивление. Просто потому, что это, ну, чуть ли не прямая угроза цельности личности. Дальше. Мы граждане разных стран, своего жилья нет. В связи с беременностью и родами мы жили в моей стране с моими родителями, беременность оказалась неожиданной. Здесь начинается некоторая несознанка вашего мужа. Потому что, ну, во-первых, если вы граждане разных стран, то, наверное, у вас должно быть достаточное количество общего. То есть, того, что вас объединяло бы друг с другом. Вот. То, что описываете вы, как-то вот на это не указывает, к сожалению. То есть, вы описываете просто, что вы знакомы, вы описываете просто, что вот вы граждане разных стран, но из своего жилья нет. Тут, наверное, как-то вот планирование будет всё выступать на первый план. Беременность оказалась неожиданной. Врачи увидели, что детей не будет. Мы оказались не готовы, но от ребенка отказываться не стали. Ну, опять же, вот кто мы, да? То есть, вот это вот, как раз то, о чем я пытался вам сказать. Кто мы? Вот кто, кто мы? Какие это мы, если есть вы и ваш муж, если вы двое людей, двое, не один человек. Кто мы? Мы. Понимаете? Да, вот. В общем, вот. Важный момент. Что нет никаких мы и не может быть мы. Есть человек, есть человек, я имею в виду мужчина. Есть вы и всё. А мы, мы нет. Но у вас получается, что мы здесь. Мы – это когда вы решаетесь за другого человека. Мы – это когда вы берете ответственность за другого человека. На себя. Мы начинается в этом. Из этого. И всегда у этого позитивная история. Значит, судя по тому, что вы пишете, мужчина, на мой взгляд. Ну. Оказалось, что в большей степени он не готов к ребенку, чем вы. И в большей степени, ну, то ради вас с его существованием. Он согласился. Оказалось, что хоть здесь вы были не совсем искренни. И отказывались принимать нюансы своего мужчины. Да. Потом вы об этом говорите. Говорите, что детка с вами его нравится, но она начинает ему развиваться. Здесь хочется спросить, а чего вы решили, что человек вообще должен развиваться. Он хочет – делает это. Не хочет – не делает. Дальше. Как только мы в большей степени оказались в зависимости от моих родителей, наверное. «Сюжий монастырь своему самому не лезут». Ну, знаете, опять же, да. С одной стороны, вроде бы, правильно, что, действительно, «сюжий монастырь своему самому не лезут». Это правда. Но с другой стороны, интересы, свои интересы, на мой взгляд, нужно пробыкать. И, может быть, и не лезут в чужой монастырь. Может быть, и не лезут. Но интересы свои пробыкать, интересы свои защищать. Иначе, проблемы, связанные с неудовлетворенностью, не достаются ждать. Вот. Я бы так, наверное, мог бы сказать. Вот. Дальше. Супруг часто конфликтовал с тёщей, мать у меня скучно. Она всегда такая милая, если ей это выгодно. Здесь ещё один достаточно хороший пример. Нет, Савнанка. Потому что… Либо вы не донесли до своего мужа, какая у вас мама. Ну, суть в том, что как-то вот для него это стало сюрпризом. Какая у вас мама. И, соответственно, с ней он конфликтовал. Хотя, я, значит, думаю, что донести вы до него как обстоят дела, да, с вашей мамой. И донести бы до него это вполне адекватно. И проблематики бы не было, или она была бы меньше. Опять не совсем понятно, как развивались отношения ваши. То есть, если вы просто приехали до этого, а муж не был знаком с мамой, это одно и приехали сразу на ПМЖ. А если вы до этого общались, то это совсем другое. Ну и, кроме того, конфликтов не бывает без участия двух сторон. Ваш муж тоже в этом конфликте участвовал. Какая бы мама ни была, она один человек, а муж другой человек. И его участие в конфликте тоже нельзя не учитывать. Я защищала нашу семью и его перед своими, как получалось. Ну, как бы так сказать. Я вам верю, что вы защищали, я верю вам. Я правда верю. Единственное, что не очень понятно, как вы защищали. Не очень понятно, был ли результат какой-то у того, что вы защищали. Ну, его радость, то есть, грубо говоря, чувствовал ли, вот. А муж, что вы как-то делаете то, что он хочет. То есть, насколько вот естественным для вас было защищать семью ему. Потому что это тоже вот такая достаточно важная история. Дальше. Значит, я просил его потерпеть и пойти на встречу. Наверное, пёрся, как ни на окном. Его здесь всё унижает и издевается над ним. Ну, мне кажется, что здесь у вас уже нет какого-то понимания своего мужа. Мне кажется, что здесь уже не чувствуется, что вы на его стороне. А здесь, вероятно, и он сам чувствует, может быть, ощущает, что вы не понимаете его. То, что вы не разделяете, вот, того, что с ним происходит. Да? Вот. То есть, опять же, я вас не обвиняю сейчас. Я просто пытаюсь донести до вас все возможные нюансы этой ситуации. Слушай, мне не хотелось, что это не так. Это так. Для него это так. И переубеждать его в этом... Переубеждение его в этом является вашим исследованием родительским каким-то идеям. Для меня проживание с моими это временная вынужденная мера для блага ребёнка. Это хорошо, что для вас это так. Но для мужа несколько по-другому. Его мнение нужно учитывать. То есть, как крепло бы подраться, и мы переехали в живую страну. Но, опять же, это по вашему мнению. А муж считал по-другому. И, в принципе, имеет право. Имел, имеет полное право. Так. Это... Совершенно неважно. Правильно это по вашему мнению, неправильно это по вашему мнению. Совершенно неважно. Одобряете вы его действия или не одобряете вы его решение. Это неважно. Важно то, что для него это так. И он имеет, как любой человек, право на свою позицию. На свою точку зрения. Вот. Которое, как правило просекает из ценностей его. И, что самое главное, вы не могли не знать о том, что для вас... Я более чем уверен, что вы... Вы знали о том, что для него это так. Вы знали? Я не думаю, что он вас удивлял. Все это время. Дальше. Значит. Так. Дочка. Дальше. Его родители не очень рады были нашему союзу. Какое отношение вообще родители имеют к вашему союзу? В глаза улыбались. Милые такие были наедине. Супруг вы говорили, что мы не пара. Какая разница? Опять же здесь. Ну говорили-наговорили. То есть у них своя точка зрения. Вашего супруга стояла. Своя. Еще рожать, а рожня в своей стране настаивала именно свекровь. Такое ощущение, что вы на свекровь прикладываете ответственность за свое решение приехать к вашим родителям. Поэтому для переезда надо было время и более крепкий фундамент. Откуда и куда переезд. Супруг на фоне скло хотел уехать в ППХ зимой с молодецом на руках. Ну если же как бы тяжело находиться в конфликтах, то я полагаю, что это 5G его выбор. Да, это не идеальный выбор. Да, это не идеальный выход. Это вообще не выход. Но бывают люди, которым достаточно сложно находиться в конфликтах. Достаточно сложно находиться в конфликтных ситуациях, где люди бывают. Дальше, значит. Предложила ему уехать с мамы. Устроиться на работу, обрести там почву под ногами, снять жилье и весной забрать нас в дочку. Может быть, ваше предложение и хорошее. Может быть, ваше предложение и рациональное. Может быть, в нем есть здравое зверно и скорее всего на том месте. Но, Ваня, Светлана, то, кому и с каким контекстом, в какой среде эмоциональной вы делаете это предложение. Важно, может ли человек ваше предложение такого рода понять и принять. Вы, судя по всему, делали это предложение, ориентируясь на себя. Вы делали это предложение, ориентируясь на свои представления о том, как хорошо, как нехорошо, как правильно, как неправильно и прочее. Но не на него, не на мужчин. То есть, вы не учитывали здесь его особенности, что человек, может быть, не способен понять и принять вашу мысль такую. Он расценил это как представительское, что я выбрал не его, а своих родителей. Ну, опять же, я повторю. Предложение нужно сделать тем людям, которые могут это предложение оценить. Здравствуйте. Если мы человеку спортивного склада ума, да, человеку, который любит спорт, человеку, который любит физические упражнения, если мы, если мы такому человеку предложим подумать, предложим воспользоваться интеллектом, такой человек, скорее всего, не оценит подобного предложения. И вы, таким образом, действуя без учета особенностей личности вашего мужа, на мой взгляд, демонстрируете желание с ним как раз таки расстаться. Желание оставить ребенка, а с ним расстаться. В какой-то степени это проявляется в том, что ребенок для вас стал более приоритетным, чем муж. Конечно, вы можете сказать, что как по-другому, и будете правы. Но мне все же думается, что принимая во внимание ребенка, который, кстати говоря, зависит от эмоционального и духовного состояния своих родителей, ну, нельзя забывать и про мужа. Подчинить же все ребенку и делать только то, что будет для блага ребенка, но это, на мой взгляд, как бы ущемление интересов мужа. Я понимаю, что баланс очень важен, я понимаю, что это крайне сложно найти этот самый баланс, но, тем не менее, я думаю, что, ну, мне, на мой взгляд, выглядит вот так, что ребенок стал для вас важнее мужа. И действовали вы без особого учета тех особенностей, которые есть у вашего мужа. Ну, например, дальше вы пишете, что он любит компьютерные игры, любит приврать, правда делает это достаточно умело и общается с другими женщинами. Насколько я понял, общается исключительно только виртуально и, как бы, до реальных встреч там никогда дело не доходило. Вы все это про мужа знаете, правда, непонятно, как это все развивалось в контексте той ситуации, которую вы описываете до этого, вот. Но я могу сказать только одно, что, во-первых, компьютерные игры могут быть простым увлечением, да, могут быть способом ухода от реальности. Нужно смотреть. Ага, про нее он всегда стыд по отношению к себе. Если я говорю, то он стыдится. Он стыдится чего-то в себе. Не принимал чего-то в себе. Наконец, другие женщины это желание самоутвердиться. В принципе, косвенно это намекает на то, что мы с вами, муж ваш, не чувствовал себя мужчиной в полной мере. И вот, собственно, все. Ну, еще страх близости. Потому что, если бы страха не было, может быть, он встречался бы с другими женщинами тоже. Либо они ему не нужны, не нужны было. А-а-а. Значит, так. Правильно врет, добавляют правду, влечить во лжи можно, если специально факты стыков. Ну, не очень понятно, для чего вы это пишете. Возьмем нам эту информацию. Он начал общаться в интернете с одной женщиной. Я, как поняла, семья, у нее есть муж. Взрослая дочь, но там не все гладко. Это к чему? Они активно общались, ни ночи напролет, ни дюйлись. Он сейчас общается. Он мне рассказывал о своем детстве, немного приукрашенной. Что у нее дочь взрослая. И что он то ли в завет, то ли в разводе. Моей реакции я бы ревности не надбалал, а скорее обиды и горечь. Ну, нужно проработать, потому что вас это заделал. Вопрос в том, как вас это заделал, чем? Он сказал, что это вероятно нельзя, чтобы лично пространство к нему лезло. Хотя увидел вас случайно. Ну, здесь, конечно, есть личные проблемы вашего мужа с этим самым пространством. Пространством психологическим его. Вот. После того случая он сразу закрывал и выключал, когда на горизонте появлялось. Ну, это естественная реакция. Я только думаю, что доверия между вами не было уже до этого. До этого момента. Этот момент выброс своего рода кульминациям. Такая. После новогодних праздников уехал, он устроит на работе, создавший фундамент, как сходил и приеду к лету. То есть уже не весной, а летом. В отпуске же мне никто через три месяца не даст. Накануне отъезда прозвучала фраза «Мы друг друга предали». И в какой степени это правда. Ну, важно, что для вашего мужа это так. Еще раз повторюсь, не все примут ваши позиции, которые, в принципе, здравомыслящие, наверное, правильно сказать, здравые, но не всем она подходит по виду. Он уехал, мы с ним списывали. Спрашивал, как дочь. И я рассказывал о себе. Через неделю, но по 100 месяц нагло рассказывал, что он не наюбит мою мать, что у меня у нас мертвы, ничего у нас не получится. Это было. Ну, человек настроение. Вот. Купая с теми фактами, которые я назвал, что у меня нет. Ну, ладно. Задала насущный, как мне показалось, логичный вопрос. «Тебе ненавидишься дороже, чем собственная семья?» Это вопрос не насущный. Это вопрос, во-первых, провокационный. Во-вторых, это вопрос не о чем. Не о чем. Потому что семья, как сказала, ничего из себя не представляет. То есть, знаете, семью, вот что называется, нельзя пощупать. Дело в том, что семья – это люди. Это члены семьи. А члены семьи – это личности, у которых есть два цена. Да? Ценность есть, например, у вас. Как у жены своего мужа. Как у… Как у жены своего мужа. Например. Например. Ценность есть у ребёнка. Например. Но ценность – это такая штука довольно интересная. Понимаете? Да. Она… Эта ценность либо есть, либо её нет. Но все. К сожалению. К сожалению. Вот так вот, чтобы однозначно сказать, что вот семья… и что у семьи есть ценность, но это вот нельзя так. в таком… в таком… в таком направлении двигаться и мыслить. в таком направлении. Это… К… К… К сожалению. Это… Путь… В… В… Никуда. Дальше. Меня в очередной раз назвали предательницей. А… Ну… Вопрос… Нептун. А… Назвалили вас… Предательницей или нет? А… Вопрос… Здесь… Нем… Немножечко… У… Другой. Как мне… Кажется… Как… Как мне… Кажется. Вопрос здесь… Скорее. Скорее и больше. а потом принимаете ли вы на свой счет то, что вас назвали предательством, судя по тому, что вы говорите на свой счет, как раз таки эту ситуацию вы приняли, на свой счет, как раз таки эту ситуацию вы взяли, то что вы, условно говоря, ну как бы чуть ли не согласились со своим мужем в том, что вы действительно предательница. Хотя на самом деле я более чем уверен, что это не так и что каждый из вас ну просто хотел свои интересы, интересы вот как-то защитить как-то свои интересы, проявить это на мой взгляд, ну, в общем и целом вполне нормально и естественно. Но вот то, что вы обиделись на предательницу, это, конечно, говорит о том, что в какой-то степени вы, вероятно, на свой счет приняли это, и, конечно, здесь, наверное, больше, ну, больше к вам вопрос, как вот стало возможно, что, ну, что вы приняли на свой счет, то, что сказал муж про право. Вот. То есть, в общем, здесь идея про обиды, вот, если так вот можно вкрасно сказать, здесь идея про обиды. И один из, вот, ключевых моментов здесь – это обида. Вот. Это именно обида, которая у вас есть. Дальше. Обиделась жутко, а когда выкатывать не стала, потому что это плюсом своим, молча удалила, молча удалила прописку и овнулась. Вы пишите вы. Ну, опять же, здесь момент такой, что вы не выражаете свои чувства в полный мир. То есть, если вам неприятно, то можно и нужно об этом сказать, если вам неприятно. Да, вопрос, конечно, в форме, но можно и нужно сказать, что вам неприятно. Но не молча уходить. Дальше. Не заходила неделя, первые дни я обижаю, а в лист потом взялась, что он всё-таки напишет в первом, хотя бы дурочку спросить и попробовать извиниться. Ну, вот здесь классическая история про манипуляцию. Вот видите, вы сперва обиделись, потом, значит, ну, захотелись изменений, вот, то есть, ну, вот так это и работает, к сожалению, к сожалению. В таком ключе это, ну, в таком ключе это и выглядит как правило. То есть, это сперва обиды, вот, а возникает сперва обиды. То есть, потом, ну, какое-то ожидание, то есть, ожидание чего-то от человека. И последующее разочарование, если, там, человек не соответствует тому, чего вы ждали от него, вот. Вот, к сожалению, это работа, ну, практически, практически отработает без отказа, то в таком ключе практически всегда работает так. Ух ты. Дальше. 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 Так, он мне написал, когда я сдалась и пришла к нему, он спросил, прошел их развод, ответил он, что нет, и что-то получило, это не имеет отношения, мы и так формально в разводе. Дальше. Ну, то есть, вы унизили все этим сам себя объяснят. Видите, то есть, какую вот, по факту, запускает цепочку обиды. Да? То есть, вот, по факту обиды запускают вот такую цепочку, вот такую. Первое обиды, зажимание эмоций в, ну, по сути, чуть ли не в, чуть ли не в реальном времени, зажимание эмоций, вот. Дальше, это, значит, ожидание от человека определенных действий, определенных поступков. А после, это обоценивание себя и своей позиции, потому что, ну, вы, вот, как бы, сами не можете, то есть, ну, вам, вот, как бы, необходим человек. То есть, это вот некая такая непоследовательность своих действий сейчас, которые партнерам, как правило, его, рассматривать, эээ, исключительно, как вот, эээ, такой негативный, негативный контекст, эээ, негативный вектор своего поведения. То, вероятно, человеку почувствовать свою власть над, над ним, над вами, так, как вы чувствовали свою власть над ним. Эээ, дальше, значит, эээ, мы и так формально в разводе, эээ, в разводе, хотя бы на месяцах речь о разводе, про звучанности идеально нечего, что он меня это очень любит. Ну, здесь, наверно, есть ощущение, что не дотягивает до вас. Эээ, слушать ничего не стало, я оставил все попытки и согласился на развод. Ну, вот здесь, это, здесь проявляют ваши посылки. Я сказал бы, ну, любите с вами, вы же не хотите развод, ну, так, эээ, не соглашаетесь, боритесь, непонятно, почему вы оставили попытки и согласились. Непонятно. Так, здесь. Эээ, деньги, эээ, документы обновлять он не хочет, их подать должное я. За все это время неразный спросил про ребенка, как и свекров. Главой я понимаю, что он оказался негативно ответственным. А, должен спросил про ребенка? Что вы сразу все воспринимаете, возможно, я даже могу попробовать за все браки, за все важные вопросы, удваливаясь на себя. Нет, нет. Так браковые не спасете, в этом я с вами согласен, так браковые не спасете, удваливаясь на себя вопросы, а вот не соглашаться с разводами, если человека любить, это, как бы, вполне нормально. О том, что вы согласились, это предательство. Действительно, предательство только себя. Дальше. Ну, вот вы говорите про брак. Я хочу спросить вас. По поводу брака, ну, мне, в принципе, более-менее понятно. Но вам важен брак или человек? Вот у меня ощущение, что вы хотите именно брак спасти. Не, не сам человек вас интересует и волнует, а именно брак. В чем вот трудность здесь. Дальше. Иван Стойкости может заявить, что я мужиком не считаю, ему нужно пакта будет считать. Ну, здесь вы опять, с одной стороны, додумываете за него уже, а с другой стороны, вы, ну, как мне кажется, несколько утрируете и, как мне показалось, оправдываете свою пассивность. Он может так заявить, но, если вы уверены в себе, тогда реакция будет соответствующая, и вы могли бы помочь человеку, как бы, разбедиться в этом. На данной метабе лучше оставить его в покое, дать возможность согреть, либо отпустить сердце. В сердце, я люблю его, мне очень больно. И отчего? Мы были так счастливы, все проблемы решали, стоило их только обсудить. Он так родился, когда нашел голодочка. Ну, понимаете, Светлана, здесь, во-первых, мы, опять же. Во-вторых, все проблемы решали, стоило их обсудить. Ну, очень здорово, но это не работало вот в тех проблемах, которые, которые вы описываете. Тут тоже есть нюансы. Он радовался дочери. Я верил, что он радовался дочери, но до тех пор, пока увидел, не увидел, что дочь важнее, чем он сам. Мужчина, я его считаю, сильно верным, субъективным, у нас небольшой детский характер. Об этом ему сказать, а не нам. Про деткость я уже дал свой комментарий. И жду его, жду, пока он начнется придумывать, а не он с вами не был, не брал, а не нужно. То есть, по сути, по сути, да, подкрепят ваши обиды. Чтобы в следующий раз вы с ещё большей уверенностью променяли обиды, да. Чтобы вы в следующий раз с ещё большей уверенностью, когда человек, ну вот, значит, на эмоциях вам что-то скажет, такое вот негативное, вот. Чтобы вы уже с этой душой, опять обиделись, чтобы вы с этой дедушой сказали человеку, а, ничего человеку не сказали вообще. Вот. А, просто обиделись, обиделись и шли, и чтобы он вас опять возвращал. Понимаете? Какая-нибудь штука. Дальше. Глупо, наверное. Нет, не глупо, а вы обесцениваете свое чувство, вот, отсюда. То, что вы называете глупостью, но это не глупо. Я так внутренне устало разрываться между обниму и убью. Ну, правильно, это всё зависимо. То, что вы обписываете, это всё зависимо. И навязывать наши дочки желания нет. Ну, опять же, что значит навязывать? Навязывание, это когда вы преследуете свои интересы через человека. В этом случае, да, можно говорить о навязывании. В остальных случаях, если вы делаете что-то для человека, если вы хотите поделиться чем-то, ну, просто чем-то хотите поделиться. В контексте, например, той же дочери, или в контексте себя, например, то это не навязывание. Скорее, это гордость некая. Вот. Вот. Как это выглядит. На мой взгляд, попали. К сожалению. К сожалению. Дальше. Навязанная семья – не семья. С этим согласен, потому что, когда люди, преследует цель что-то получить для себя через другого, ну, хорошего из этого получается мало. Тут я с вами. Соглас, соглас. Другое дело, я не уверен, что вы действительно хотите что-то менять себе, и я не уверен, что вы понимаете свою ответственность в этой ситуации, потому что вы по факту отменяете только своего мужа. А меняться нужно вам. Не только ради мужа, и ради дочери, но и ради себя. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.